Останкинская телебашня – знаковое место для многих туристов и, конечно, любого телевизионщика. Здесь передачи не снимают. Башня только передает сигнал. А делают телевидение в центре Останкина. Здесь с нами делились советами и секретами производства ТВ. Больше сотни журналистов со всей страны. Сюда приехали региональные корреспонденты, редакторы-ведущие, а наши федеральные коллеги-спикеры. В альмаматор российского ТВ рассказывают, как сделать новости регионов лучше. Но корректно ли говорить о том, кто лучше или хуже? В федеральном эфире ты что-то говоришь или в региональном – это все равно ответственность. Они делятся по масштабу тем, но они не делятся по подходу профессиональному и отношению к профессии. Перестали копировать федералку и начали создавать что-то свое. По словам спикеров, федеральные ТВ могут поучиться у некоторых региональных СМИ. И важно понимать, большинство тех, кто делает российские новости, сами с регионов. Выйдя на большую площадку, они высоко ценят работу младших коллег. У региональщиков спецрепа подсматриваю. Наверное, это профессиональная болезнь такая должна быть. Это на самом деле психиатрический диагноз, но в нашем случае это плюс. Удивляться каждый раз тем вещам, которые вы уже видели. Один из спикеров – Александр Смол. Ведущий передачи на первом видели видео, а в прошлом – сотрудник Красноярского ТВ. Звездой себя не считает. И сейчас, когда брали интервью, нет? Ну, я же с коллегами сижу, никто не раздевался, еще там лифчики меня не бросали, к сожалению. Он уверен, новости не вымрут и выиграют у блогеров. Журналисты доносят информацию быстрее и проще. А в регионах больше свободы, чем на федеральном ТВ. В Бурятии же советуют не забывать о простых жителях и быть острее. Мы не должны опускать острых тем ни в коем случае, но мы должны раскрывать их качественно, без хайпа, который, к сожалению, присущ часто интернет-изданиям. Мы должны показывать все стороны этого конфликта. А у конфликта, как известно, как минимум две стороны, а, как правило, даже больше. За кадром участники делились опытом и проблемами. Но это уже внутренняя кухня, которая, впрочем, нужна, чтобы не отставать в развитии. Анастасия Дороган, Рина Корчагина. День с толком. Рина Корчагина.